Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Есть заболевшие педагоги. В сегодняшний день их порядка 13 у нас на контроле осталось. Все необходимые меры предпринимаются. Мы работаем в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором. Эпидемиологическая ситуация под контролем областных властей. Какие меры применяют в школах, где обнаружена инфекция? По-разному бывает. В среднем 3-4 тонны для обеда. Вечеру тонн 7-8. 10 тонн за одни сутки. Репортаж Треболовецкого Баркаса на озере Сартлан. Собственник помещения готовится открыть здесь ресторан. Казалось бы, даже пандемия коронавируса, серьезно ударившая по ресторанному бизнесу, не сможет повлиять на его планы. Однако кое-что может. Жители дома в центре города предпочли домашнюю кухню высокой. Почему они пишут петиции против строительства ресторана? Завтра в Новосибирске начнется отопительный сезон. Уже сейчас к теплоснабжению подключены почти половина объектов социальной сферы и четверть жилого фонда области. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве заявил министр ЖКХ Денис Архипов. Он отметил, в регионе создан запас твердого топлива для ТЭЦ и он выше нормативного на 36%. На особом контроле областных властей ситуация с теплоснабжением жителей Черепаново, где идут работы по вводу в эксплуатацию восьми новых котельных. Пять из них уже готовы, остальные должны запустить до среды. В итоге к середине недели в муниципальном образовании подключат к отоплению все социальные объекты, за исключением одной больницы. Там на время работ на самой большой проблемной котельной поставили электронагреватели. Прошу держать на контроле те объекты, это город Берцк, город Искитим, город Обь, на которые мы выделяли средства из резервного фонда президента. На следующей неделе в оперативном докладе просьба проинформировать, как там идут работы, как идет освоение средств. Под контролем областного правительства остаются 29 школ и 5 детсадов, в которых выявили случай заболевания коронавирусом. Об этом сегодня сообщил министр образования региона Сергей Федорчук. Противодействие инфекции идет по простой схеме. Если положительный тест у ребенка, на карантин идет его класс, в случае с педагогом школа. Министр образования подчеркнул, что стремления перевести на удаленное обучение всех детей нет. И в целом ситуация опасения не вызывает. Определенные надежды, по словам Сергея Федорчука, его отрасль связывает с возможной вакцинацией. Правда, о сроках ее проведения информации пока нет. Если нам предложат вакцинировать, я буду первым, кто провакцинировался. Потому что я считаю, что это необходимо сделать для того, чтобы, прежде всего, обезопасить себя. Я имею в виду, конечно, учителей. На мой взгляд, сегодня как врачи, так и учителя на самой передовой. Почему учителя, я считаю, на передовой? Потому что, ну, вы знаете, наверное, сами уже неоднократно это слышали от многих людей, о том, что дети у нас в основном болеют бессимптомно. А вот взрослые, которые работают в школе, конечно, могут, если заболеют, болеть с серьезными симптомами, даже последствиями. В Новосибирске разгорается скандал вокруг строительства ресторана. Жители дома в центре города выступают против соседства с заведением общепита. Переговоры с собственником здания, где планируют разместить ресторан, результата не дали. Реконструкция помещения идет полным ходом. Дмитрий Белькевич разбирался в ситуации. В этом неказистом здании на улице Свердлова в Новосибирске идет ремонт. Собственник помещения готовится открыть здесь ресторан. Казалось бы, даже пандемия коронавируса, серьезно ударившая по ресторанному бизнесу, не сможет повлиять на его планы. Однако кое-что может. Это мнение жильцов, которые живут по соседству. Они выступили резко против подобного строительства. Они считают, что проект реконструкции помещения незаконен и не согласован, представляет угрозу их безопасности, а также вызовет массу неудобств. О том, что во дворе дома номер 21 появится целый комплекс общепита, местные жители узнали два месяца назад, когда строители только приступили к реконструкции старого здания. Сразу же посыпались письма в различные инстанции с требованием установить, насколько эти работы законны. И с жителями абсолютно ничего не согласовано. Нет ни одной разрешительной бумаги. То есть у нас есть все ответы. Из всех инстанций, которые вообще есть в Новосибирске, мы сделали запросы. Это и прокуратура, и Роспотребнадзор, и архитектура города Новосибирска, и областная администрация, и мэрия. То есть ни одной бумажки разрешительной ни на изменение здания, ни на открытие ресторанов у этих господ нет. В ответах, копии которых есть в распоряжении редакции, написано, изменение фасада здания должно быть согласовано, но таких документов в мэрию, например, не поступало. Хотя власти города и работ никаких на объекте не заметили. В свою очередь, жильцы соседнего дома поделились видеозаписью того, что на самом деле происходит внутри. Ремонт, который производят в здании, сложно назвать косметическим. Слово согласовать с жильцами размещение ресторана все-таки следовало, поскольку он будет вплотную располагаться к территории дома, где и без того, по словам новосибирцев, не развернуться. Посредине газгольдер, а на детской площадке часто отдыхают взрослые, которые распивают отнюдь недетские напитки. Соседство с магазинами и другими заведениями общепиты так вызывают у местных жителей массу неудобств. К примеру, вот эта вот бутылка из-под итальянского алкогольного напитка. Когда она здесь появилась, непонятно, но местные жители уверены, что если здесь откроется аналогичное заведение, будь то пивная или пиццерия, то подобных следов жизнедеятельности будет намного больше. Соседи будущего ресторана уверяют, каждый угол их дома – отхожее место, а среди мусора и граждан, его оставивших, гулять небезопасно и детям, и взрослым. Тут и так, знаете, у нас открыто, как проходным двором идет, очень часто собираются на детской площадке, сидят, выпивают, без проблем, они не скрывают этого. Соответственно, я в конфликты не вступаю, я просто с ребенком ухожу гулять в другое место, когда у меня свой двор. А если здесь будет еще и алкоголь, и пицца, тут очень много будет народу, и я считаю, будут какие-то дебоши и так далее. Строительством заведения общепита выступает компания «Эстейт Платином», учредителей которой в Москве. Без согласования со столичным руководством гендиректор фирмы Вячеслав Лукьяненко комментарий давать отказался, но заявил, что с жильцами соседнего дома найти общий язык трудно. А выход из ситуации, устраивающей обе стороны, он якобы предлагал. Что же касается проекта реконструкции здания, то, по словам бизнесмена, ни с кем его согласовывать фирма не обязана. Так это или нет, станет известно со временем. Равно как и будет ясно, смогут ли новосибирцы добиться изменения бизнес-планов рестораторов. Дмитрий Белькевич, Антон Мамаев, Новости УТС. Новосибирские спасатели провели пожарно-тактические учения на территории одного из торговых центров в Дзержинском районе. В мероприятии задействовали 13 единиц техники и 46 человек личного состава. По легенде учений, возгорание произошло в одном из торговых залов, а в задумленном здании остались люди. Прибывшие к месту тренировки пожарные расчеты провели разведку и поиск людей. Сотрудники МЧС оперативно провели спасательные работы и потушили условный пожар. Таким образом, они отработали тактику действий в крупном торговом центре, а персонал – навыки эвакуации посетителей. Платные автопарковки в центре Новосибирска на Красном проспекте доказывают свою эффективность. По информации городской службы организации дорожного движения, паркоматы работают исправно, небольшие сложности вызывает лишь алгоритм оплаты. Насколько легче стало найти место стоянки на главной магистрали мегаполиса, выяснял Андрей Баев. Платная парковка напротив дворца бракосочетания. Именно отсюда в нашу редакцию поступали звонки о том, что паркомат не работает. Давайте попробуем. Оплачиваем. И, собственно, забираем квитанцию. Как и говорили специалисты, все работает. Единственное, что есть субъективные факторы, такие, например, некоторые забывают ввести номер региона или не очень долго держат карту, особенно бесконтактные оплаты. Здесь, как в магазине, быстро не срабатывает, поэтому надо чуть-чуть подождать. Через несколько минут встречаем мужчину, у которого оплатить парковку не получается. По словам специалистов, иногда сбои бывают. И если это все-таки не человеческий фактор, то есть альтернативные способы оплаты. Самый удобный – через мобильное приложение. Если что-то вышло из строя, то всегда есть возможность оплатить иными способами. Оплатить до истечения дня, за то время, которое ты простоял, если вдруг забыл. Даже для того, чтобы избежать штрафа, есть постоплата на следующий день, которая меньше, чем размер штрафа. То есть вот эти альтернативные методы, они позволяют как раз-таки защитить автомобилистов от возможных сбоев. Платные парковки в центре Новосибирска работают три с половиной месяца. Основная цель – разгрузить центр города и обеспечить возможность любому припарковать свой автомобиль, чтобы решить небольшие вопросы в центре, достигнута, говорят специалисты. Пользуются водители и другими платными стоянками. Шлагбаумы и квитанции оплаты для центра Новосибирска становятся уже обыденностью. Андрей Баев, Антон Мамаев, Новости ОТС. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. Традиции народного вечера. А у казачества атаман выбирается. И атаман, когда выбранный, он получает абсолютную власть над казаками. Это удивительное свойство казачества – способность к самоорганизации. История, как говорил Остап Бендер, знала трех великих слепых – Гомер, Мильтон и Паниковский. Любители оперы вместе с Петром Ильичом Чайковским точно бы дополнили этот ряд хотя бы одним именем – Иоланта. Здравствуй, небо. Мы не виделись сто лет. Как ты там? Я шлю тебя. Привет. Больше 900 тонн новосибирской рыбы экспортировали в Европу и Китай. В сибирском регионе наша область лидирует по показателям рыбохозяйственной деятельности в пресноводных водоемах и не собирается сбавлять темпов. Подробнее в сюжете моих коллег. Такой сазан весом по 3 килограмма – не самая крупная особь. Это рыбе около 6 лет. Также здесь водятся щука, пелец и зеркальный карп. Чтобы наблюдать подобное разнообразие, ежегодно в пруды выпускают мальков. Часть озера позволяет, водоемы везде есть. Здесь вот сартлан, есть уриум, малый чан, большой чан. Здесь рыбное место, рыбная область. Спустя некоторое время подросших особей выпускают уже в озеро. Сартлан – не самое большое в Новосибирской области. Но рыбачи здесь одно удовольствие. И тем, кто на берегу с удочкой, и в промышленных масштабах. В тоннах, тонны 3 до обеда, да. А так обычно? Ну, обычно по-разному бывает. Ну, в среднем 3-4 тонны до обеда. Вечеру тонн 7-8 ловим. Такой улов называют неплохим. Потому что были дни, когда поднимали на баркас 85 тонн. Вывозили за три дня. В таком состоянии нам досталось наследство. Флот от колхоза Красного моряка. Шесть лет назад флот пришлось поднимать со дна. Восстанавливали своими силами. Сами шили тралы, сами варили баркасы. Все сами. И только то, что не могли сделать собственными руками, покупали. Баркасы с ноля все построены. Восстанавливаются стапеля. Берутся чертежи. Все выравниваются, укладываются. Ну и специалисты, сварщики высокого уровня. Берутся и варят. Год назад кураторство над добычей рыбы перешло к Министерству сельского хозяйства. В то же время разработали ряд госпрограмм для поддержки отрасли. В рамках нашей государственной программы развития сельского хозяйства субсидируется 50% стоимости рыбопосадочного материала и 50% стоимости средств механизации и оборудования для добычи рыбы, для разведения, в том числе в установках замкнутого водоснабжения. Вся пойманная рыба идет в первую очередь на новосибирские прилавки. Часть в соседние регионы. А в прошлом году больше 900 тонн отправили в Европу и Китай. Сергей Толмачев, Рута Келлер, Андрей Дулепов, Артем Валевич. Новости ОТС. Подробнее о рыбном промысле в Новосибирской области смотрите в пятницу в 18 часов в программе «Сила земли». Прямо сейчас короткая реклама, сразу после мы продолжим. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов, основатель медцентра «Доктор Ост». Своим пациентам мы рекомендуем отказаться от сложного хирургического вмешательства. Всего один укол позволяет спасти разрушенный сустав даже на поздней стадии артроза и при некрозе. Передовые клеточные технологии буквально омолаживают сустав изнутри, восполняя изношенные хрящевые ткани. Процедура длится всего один час. Всего один укол, чтобы забыть про боль, вернуть движением гибкость и лёгкость. Здоровый родной сустав без наркоза, без операции и вместо протеза. Приходите в «Доктор Ост», убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Прямо сейчас запишитесь на онлайн-консультацию бесплатно. Дни Академгородка отмечают в Новосибирске. В 1957 году Совет министров СССР одобрил предложение академиков Михаила Лаврентьева и Сергея Христиановича создать в Сибири крупнейший научный центр. В том же году там открыли множество институтов, чуть позже начал работу Новосибирский государственный университет. Больше двух недель в Академгородке будут идти онлайн и офлайн мероприятия, посвященные научному центру. Подробнее в нашем сюжете. На сцене оркестр, в зале академики, ученые, обычные жители Академгородка. Поздравить новосибирцев приехал глава региона Андрей Травников. Жители Академгородка, благодаря своей дружбе, единению, особым традициям, наверное, праздновали этот день, этот праздник много лет, уже более 60. И в прошлом году просто оказалось, состоялось окончательно. Но вот утверждение и определение той самой даты, когда этот праздник будет отмечаться официально. Программа насыщенная. Присоединиться к празднованию можно даже удаленно. Фильмы про старожилов и первостроителей Академгородка, онлайн-трансляции открытия выставки «Арт энд Сайенс» и творческой встречи с ветеранами Первого литературного объединения НГУ. В этом году не было шествия институтов Академгородка, но это не испортило торжество. Праздник Академгородка нужен для того, чтобы мы не замыкались в наших научных коллективах. Это праздник для всего населения Академгородка, для ученых, для ветеранов, для студентов, для преподавателей, для работающих вообще во всех сферах Академгородка. Это должен быть, и я уверен, он всегда будет праздником единения всех нас. В Доме ученых зрителям показывают театрализованный концерт «Наследие и наследники». Актеры в военной форме, академики, которые десятки лет назад заложили первый камень. Именно с них начался научный центр. Об этом же рассказывают и на автобусной экскурсии. Первая точка маршрута – усадьба Михаила Лаврентьева. Сюда он переехал в 57 лет. Жил в деревянном доме. Большой каменный коттедж ему никогда не нравился. Сейчас здесь музей «Соран». Впервые слышат о именах из области культуры. Латар Шевченко – уникальная пианистка, которая после лагерей была сюда провезена Лаврентьевым и Липуновым. И ее выступления как в салоне, в коттедже Липунова, так и в филармонии новосибирской. Мало кто об этом знает. А мы жили с ней рядом. Люди впервые про это слышат. Поэтому это очень важно, мне кажется. Во время экскурсии покажут скульптуру мыши, которая вяжет нить ДНК. Расскажут о Новосибирском государственном университете, где проходила первая лекция, как зарождался ВУЗ. Если вы знаете все знаковые места Академгородка, то можно просто отдохнуть перед ДК «Юность». Здесь сегодня арт-площадка, где выступают местные артисты. Просто так, для души. Наталья Ацупина, Екатерина Новгородцева, Андрей Дулепов. Новости ОТС. При дипломе, при деньгах. В Госдуме обсуждают новый законопроект «Остуд капитали», который предусматривает материальную поддержку выпускников отечественных вузов. Так, согласно документу, те, кто окончил среднеспециальное училище, смогут получать 250 тысяч рублей, а выпускники университетов полмиллиона. Инициативу пока обсуждают, но старшекурсники уже строят планы. Какие, выяснял Александр Шпак. Дарья Назарова рада вернуться в аудиторию. Живого общения ничто не заменит. Тем более, пора студенчества заканчивается. Последний год бакалавриата. Когда вся страна училась дистанционно, Дарья наконец поняла, как важна ее специальность – информационная безопасность. И как много зависит сегодня от компьютеров и онлайн-сервисов. В связи с ситуацией, которая происходит в мире, все переходит в онлайн. Мне нравится моя специальность. Но я бы очень хотела после университета открыть свое маленькое производство. Дарья хочет производить эксклюзивный парфюм. И если бы инициатива депутатов прошла, девушка вместе с дипломом получила бы полмиллиона. Капитал можно тратить только на аренду жилья, оплату проезда и открытие собственного дела. Инициативных студентов, таких как Дарья, много. Бизнес-проекты, стартапы, в которые тоже нужно вкладывать деньги. Но, к сожалению, часто они не находят спонсоров, а у самих просто нет возможности. И эти идеи, понятно, умирают. Умрет ли бизнес-проект Дарьи, увы, зависит только от нее. В Госдуме проект поддержки выпускников пока воспринимают скептически. В стране около 5 миллионов студентов. Если одобрят, общая сумма выплат составит десятки миллиардов рублей. Так что воплотить американскую мечту, все успеть и все суметь, за казенные рубли у предприимчивой девушки вряд ли получится. Студ капитал пока что лишь зыбкая надежда. Александр Шпак, Александр Егоров, новости ОТС. В Новосибирской области выбрали казачьего атамана. Мандат доверия на 5 лет получил ныне действующий руководитель Алексей Харитонов. Затем, как прошел большой отчетно-выборный круг, наблюдал Константин Клещин. Набившая оскомину пандемия в данном этнокультурном случае даже помощник. Казаки съезд проводят на природе, стилизованный хутор, ближе к корням. У предков, что осваивали Сибирь, залов с креслами не было. Зато правила проведения круга существуют испокон веку. Здесь все, невзирая названия, равны. И батька-атаман слагает полномочия, чтобы быть как все. У нас, у русских, всегда была такая традиция, были традиции народного вечи. А у казачества атаман выбирается. И атаман, когда выбранный, он получает абсолютную власть над казаками. Это удивительное свойство казачества, способность к самоорганизации. Именно так казачество выражает свое одобрение. Почти единогласно возвращают Алексею Харитонову символы власти, булаву и печать. Для казаков в этом году исторический перелом. Поправки в Конституцию усиливают роль служивых людей. Сейчас президентам принято решение и указом от 9 августа утверждена стратегия до 30-го года. И, конечно же, все смотрят прежде всего о выстраивании отношений между органами исполнительной власти и казачеством. И главный вопрос, как использовать эту силу казаков. Например, в этом году они получили хороший опыт патрулирования мест нереста на Чановской озерной системе. Перспективной может быть и охрана лесов в Сибири. И, конечно, тема воспитания молодежи, подготовки кадров. Нужно будет разработать механизмы реализации федерального закона 154 о государственной службе. Подготовить нормативные документы с тем, чтобы именно наше воспитание кадетское, клубное, которое мы ведем с детьми, дети профориентировались, поступали в необходимые учебные заведения. И после их окончания приходили служить сибирское казачьего войска. У казаков Новосибирской области, как реестровых, государственных, так и общественных, нет сомнения, планы реализуют. Их поддерживает правительство региона, министерство региональной политики. И сейчас стоит вопрос о статусе культурно-просветительского центра. Сейчас есть истоки этого центра. То есть есть уже помещения, есть люди, есть коллективы. Вот в планах у нас развития этого культурного центра. Это хороший почин к круглой дате. В этом году 30 лет возрождению казачества в Новосибирской области. А сам круг открыли день в день с важной, хоть и не круглой датой, начало похода Ермака в Сибирь. Константин Клещин, Андрей Руднев, Новости ОТС. Новосибирский театр оперы и балет открыл 76-й сезон премьерой. Режиссер Иркин Габитов представил свое прочтение «Иоланты». Самую оптимистичную оперу Чайковского на большой сцене театра ставили уже не раз. Какой получилась новая версия, расскажет Алексей Кудинов. История, как говорил Остап Бендер, знала трех великих слепых. Гомер, Мильтон и Паниковский. Любители оперы вместе с Петром Ильичом Чайковским точно бы дополнили этот ряд хотя бы одним именем – «Иоланта». Героиня последней оперы Чайковского слепа, но ее мир полон света, гармонии и спокойствия. «Иоланта» – дочь короля. Она живет в уединенном месте – в прекрасном дворце с большим садом. Никто из придворных не говорит с девушкой о ее слепоте и о том, как выглядят розы, птицы и сам замок. «Иоланте» предстоит открыть для себя сразу два новых чувства – зрение и любовь. Эта опера, пожалуй, самая радужная из тех, что написал Чайковский. И, может быть, поэтому она несколько уступает по популярности Евгению Онегину или Пиковой даме. Впрочем, в репертуаре Новосибирского театра «Иоланта» впервые появилась еще в 1953-м, а последние постановки датируются началом 90-х и 2010-м годом. Этот материал опера, казалось бы, коротенький, понимаете, но там наполнение такое, что «Орлеанской диве» и Евгении Онегину рядом делать нечего, понимаете. После этого Евгений Онегин семечками, мне кажется, просто настолько тонкая палитра в этом спектакле. Палитры «Иоланта» хватает далеко не всем постановщикам. Именно эта опера часто становится полигоном для режиссерских экспериментов. «Иоланту» то запирают в клетки с воздушными шарами, то помещают в больницу для душевнобольных. В «Навате» посчитали, что какие-то нетривиальные подходы для того, чтобы донести замысел композитора, здесь не нужны. «Иоланта» — опера, наверное, одна из самых хрупких. Не только персонаж Иоланта, но и сама опера. Музыка, которая наиболее, наверное, соприкасается с пониманием музыкального театра. Она ближе намного к драматическому театру, чем какая бы то там ни была. К хрупкой опере постановщики постарались отнестись бережно. В итоге зрители увидели поэтическую сказку без привнесенных политических или бытовых подтекстов. Вслед за оперной, премьерой сезона, театр готовит балетную. В начале октября публике представят еще одно классическое произведение Боидерко в прочтении испанского хореографа Нача Дуата. Алексей Кудинов, Евгений Агеев. Новости ОТС. Новосибирский ипподром принял финал Большого сибирского круга. За внушительный призовой фонд боролись лучшие наездники и их породистые лошади. Кристина Лата подробнее. Конный бега – событие не только спортивное, но и светское. Тут действует особый дресс-код. Замысловатые головные уборы – традиция давняя, которая следует даже в Сибири. Причем, чем необычнее шляпка у девушки, тем лучше. Даже, скажу больше, наряд подбирается под шляпку. То есть сначала шляпка выбирается девушка, а потом она подбирает уже наряд. Шляпки действительно уникальные, дизайнерские. Это видно, ручной работы из очень классных, высококачественных материалов. И в такой шляпке, конечно, чувствуешь себя потрясающе. Настоящая леди на скачках. Главное украшение состязаний – все же лошади. Участвуют лучшие рысаки. Самая известная беговая порода – орловская, которую не зря считают гордостью российского коневодства. Именно среди них разыграли главный приз – Кубок губернатора. Выиграл забег новосибирский наездник Александр Садов на коне-каленкоре. Причем выиграл уверенно. По словам спортсмена, на финишных метрах даже не пришлось подгонять коня хлыстом. Всего зрители в этот день могли увидеть 98 лошадей. Почти половина из них – от местных коневладельцев. Хочу сказать, и в сельскохозяйственных организациях также имеется достаточно серьезное количество спортивных лошадей. У нас два племб репродуктора по лошадям. Это племб репродуктор. В них содержится более 100 лошадей в этих племб репродукторах. И наибольшее количество русско-ресистой породы – племб завод «Медведский», который находится в Черепановском районе. И то хозяйство, которое наиболее существенно будет представлено от Новосибирской области, это также Черепановское сельхозпредприятие, закрытое акционерное общество «Крутишинское». Состязания в рамках Большого Сибирского круга «Новосибирский ипподром» принимают уже не первый десяток лет. В 2016 году провели масштабную реконструкцию. Тотечно продолжается она и до сих пор. Теперь на территории ипподрома есть музей. Построены и новые денники специально для гастролеров. Так здесь называют лошадей, которых привезли на соревнования из других регионов. Популярность этих жителей возрастает. Мы все для этого делаем, для того, чтобы жители города Новосибирска поняли и почувствовали, что есть площадка ипподрома, которая готова принять и показать, чем мы живем, показать наше преимущество перед другими регионами. Всего на ипподроме в этот раз прошло 14 ресистых забегов и одна скачка. Общий призовой фонд составил порядка 1 миллиона рублей. Кристина Латта, Евгений Агеев, Новости ОТС. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Здравствуйте. Прогноз на 22 сентября. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске будет облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 13. Влажность 56%. Температура ночью плюс 6-8, днем плюс 12-14. В последующие двое суток будет пасмурно. Временами небольшие дожди. Температура воздуха в среду плюс 8-10, в четверг плюс 7-9. На этом о погоде все. С вами была Ольга Лихачева. Отличного настроения. И оставайтесь на нашем канале.